Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, Верховного Жевжика, Планеты Земля. А значит вы на канале Лёша Играет и тоже возможно являетесь Жевжиком, кто вас знает. А смотрите вы продолжение партии Загорга, сетевая битва на 10 человек на карте Континенты, а вообще подробности в первой серии. Ссылка на весь плейлист в комментарии, прикрепленном и в описании к этому видео. Переходите туда, смотрите с самого начала. Спонсоры канала, кстати, в этом плейлисте все серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку. А вам всем приятного продолжения просмотра. Я же искренне полагал, что если Рим у тебя пошут, то он пошел тебя уже окончательно бить. Я же не думал, что он понарошку. Что значит понарошку? Ну блядь, зайти, пограбить и уйти. Только-то маловато у меня очков. Я все 600 до 600 от... Ну то есть я отстаю на 600 очков постоянно. Я отбился. Не знаю, видимо вы плохо шли, ребят. Ага, так не дотягивается. Спасибо за просмотр! блин, я еще не могу понять, почему у меня вот после Конгресса... Вы что-то с моими путями сделали, да? Нет, вроде там за Эфиопа проголосовали. У меня просто пропал с ней их бонус, типа, ну вот, что я союзник, там вот, там две еды, вот это два производства. А карточка у тебя стоит, точно? Да, она стояла, ну то есть просто вот после Конгресса сразу пропала. То есть, ну, я вижу, что города умирают, смотрю, а не дают. Хотя я сюзерен. Ну, до этого, то есть, давала, а вот после Конгресса перестала, поэтому я что-то не понял вообще. У меня города просто сейчас вот умирают. Тоже не прикольно. Нелёша, ты думаешь, дипломатии победить? Ну вот и все, спалю. Нет, зашел в Конгресс, вижу, что два очка дипломатии, после победы, борта. Скинс, гипоматическая победа, триланский из двадцати. Ну, ну, и рейт. Сейчас у нас станет эйфелева башня. Робот. Помог. Что-то красота. Без прокачек. Приятно познакомить. Все, всеми самолетиками походил, что ли? А ты просто на танках всех проехал или как это сработало? Танки, линейная пехота. Нет, сначала начал с пайк-эн-шотов, потом линейная пехота, потом танки, точнее, кирасы, потом танки. Вот, то есть ты японца на танках забрал? Ну да. Я вообще не понимаю. Блин, почему у меня очередь постоянно спадает? Там нет, твой там на танках приезжали. Как, как так легко, типа, получилось? Ну, очевидно, без стен просто у людей. Города. Не, у японца было столе варенье, у византии стены были. У византии он достаточно долго стрелок. Ну, пока самолетики не приехали. Японец, да, стоит. Блин, ребята, на меня тут робот едет. Че он сделает без прокачек? Погладит? Не мне помощь. Да, кстати, вот проект Манхэттен. Странный. написано вражескому шпиону в Олимпе удалось завербовать партизан? Но только что-то я этих партизан не вижу. Я просто, походу, вытонул этот. Что? Как он называется? район. Что? Ну, что район? Пригород. Ну, пригород, но так должны быть... Так а где? Где сами партизаны-то? Потому что они ко мне поплыли. То есть, ты думаешь, они спустились на воду и поплыли к тебе? Во мне. Блин. Не, ну, я считаю, это... Да, я как увидел, офигел. Я вообще без кампусов, не знаю, пол игры точно играл. И не отставал. Холмов нет. У меня, например, в некоторых городах тупо нету Акрополя, потому что где-то у холма, на который его поставить. Ну, да. Заповедник тебе и все консенсировал. А что, до Филадельфии не дотягивается, блин? Надо купить... Купить рабочих и аэродромы построить. Я считаю, что... что? Я не знаю, как хотите, да? Да может, идти, наверное. Тут... Кто? Делал столько, 9 ходов, достигать, ну, достигать, как будто бы так сложно. Да нет, просто он как бы сегодня был таймер, и... почитай, что-нибудь, посмотри. Кстати, проект Манхэттен. Столько. 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 Ну, если есть игра, то читаю, потому что открытие технологии тоже очки дает, понимаете. Так что это имеет смысл. Бля, просто генерал был, которого он объехал. Так, ну это ты, мягко говоря... Ну ты забрал этого. Что? Ну ты забрал... Я вообще... Это случайно. Ну ты видел, как это произошло? Что случайно? Я обстрелял город полностью, снял его защиту, забрал танками, а ты говоришь... То есть ты не хотел на город нападать? Нет, я, короче, ходил вообще на другой стороне, и я все равно этим ходом хотел его забирать. У меня хватало силы роботу. В этом прикол. Ну вот. Я, типа, просто прокликал. О, у меня нефть кончилась. Так, подождите, надо вот эту обработать. И где-то еще, вот тут еще у меня нефть. Я просто не ожидал вообще, что ты этот город забрешь. Ну, тогда, походу, победа Китая. В плане? Ну я еще с тобой воевать буду. Ну да. Так она и так была, видишь? Ты пытаешься хотя бы что-то сделать. У него там на континенте нет никого. То есть вот прикинь, у меня бы не было тебя, например, вот сейчас. То есть это тоже влияет. Но он же сам их всех вынес. Может тебе стоило выносить, а не в культуру пытаться? Так они мне войну объявили, и я вынужден был. Вот. Ну, не люблю я воевать. Подожди, а Византия с Японией тоже? Да. Меня японец пригласил в войну с Византией, потому что Византия забирала Японию. А у меня был военный союз с ним. Ну, я согласился. А потом они замирились, и Византия к меня поехала. Что мне еще оставалось сделать? Сидеть, смотреть, как я умираю. Так, а сильно отваливается? Вообще сильно. Ой, да хорэ играть уже все тут. Дай проиграть. Ну, пока, кстати, по очкам ты впереди. Ой, да это на пару секунд. Ну, там еще где мы танчики вообще. Ну, ты ж тоже не сидишь на месте, правильно? А что мне делать, как я усилиюсь? Плывешь ко мне. Ну, Балтимор надо забрать все-таки. Подожди, у тебя рядом этот. Так у меня союз с ним. Еще минимум шесть ходов. Так что, вот, не получится похуй. Не получится точно. Я только что понял, что я что-то потерял. Что? Да, на море. Ой. Видишь, я на две стороны неудобно. Ну, это ты очень жестко промахнулся, конечно. Есть такое. Кстати, я сейчас робота тоже куплю. Я же когда в фашизм выходил, точнее в коммунизм. Я же выбрал в World Department. Когда убиваешь юнитов, хилишься. Так что и улететь не получится. Нет, то, что улететь не получится, по-моему, в году в 15 назад было понятно. Блин. Обожаю вот этот мисклик в шестой циве. Да. Продолжение следует... На самом деле, ты же вот 7 ходов... Офигасе тут предложение... Да ты давно это мне предлагал, китаец? Два хода назад... Только сейчас увидел... Осуждаю... Ну, не хочу какого-то... Так я ж принял... Разве... Зря принял... А, нет, принял... Ну, все нормально... На самом деле... Я понял, почему у канадца так быстро культура шла... Почему? У него свой континент... За счет монополии... Ну да, да, там есть, конечно... Эти... Монополии... Ну, благодаря Риму у меня тоже... Монополии... Плюс стенки... Не, ну, стенки у тебя лютые, конечно... Не, ну, стенки у тебя лютые, конечно... Я твою основную территорию не вижу... Там вот у Равенны прям... Вот Гуанчжоу вижу тут длинная стена такая... И все, в общем-то... Продолжение следует... Поехали... Поезд One... П Symphoon... В общем-то... Пусть... чё а это это ядерка прилетела волк чувак мышь без термоядерок это обычно обычно сори они туда да я не увидел что доставить держи на когда где ты карту разведал а юнитами 5 6 уровня не вид не кстати не обратил внимание но это жесть сказать ну тут 7 ходов осталось тут уже запускать это юнит и строить чем готов и строить ну что он не сидит и ко мне вопрос не ну ладно хочешь иди у нас дружба падает через пять ходов а через шесть ходов ты там же нулевой считается за один ход заберу тебя всего получил за один ход каждый город по ядру выставляешь под генералами юнитов просто едешь забираю спокойной ночи я согласен пользу китая сдаться да тут мультика не путин во первых мультика не будет да мы с ним мы не поставили ограничения по ходам во вторых да я думаю что я улечу ты за 7 ходов улетишь за три фигасе а ну да слушай охренеть ой давай реально посмотрим слушай ну китаец конечно мощно прошелся катком да блин вот ты бы спутник запустил ты бы увидел его территорию это шок шок и трепет а шок просто в каком смысле шок слишком крутая ну смотри вот чтобы просто пройти всю эту дистанцию нужно там где-то ходов 200 а у нас только 150 прошло какую дистанцию пройти не понял вот его территорию типа вдоль и поперек не так я континент весь вижу я просто вот ну я вижу вот он я вижу что он занимает весь континент практически чем там люди занимались я не понимаю вы были со мной только по очереди она сейчас поссорим к китаю летит тогда да вот знаете мне на самом деле в данном случае не повезло что у меня не было рядом людей я бы лучше гоплитами с кем-нибудь воевала его захватывал и тогда дальше было бы как снежный ком в плане захвата у меня получилось что меня поселили отдельно типа играй на развитие а у горга-то на развитие не особо что есть не понял почему минилик мне нет войну объявил я как-то почему-то у меня мир с шумером каким-то образом вы кризис что ли приняли какой-то это так работает я мирюсь типа а ты что не знаешь как кризиса рублей я блин прикалывает иногда люди играют годами в шестую целу я не знал что если я принимаю с кем-то типа кризис то мы с ними союзниками молодец видишь теперь территорию минилик от его лица это кринж кто-то у меня убивает у меня как истребители не убивают этих людей в шапках на конях они вообще никуда не апаются очень уникальный о тебе робот не нужен тебе а куда он делся только что он убил а убился ну конечно же у меня внутри стоит целый робот у тебя красный робот и ты и захватишь окне если сила города 0 то там любой юнит захватывается так сила города не 0 я думал что будет 0 и петуши я предыдущий раз короче бомбардировщикам а как ну когда обстрелял она стала 0 потому что там танчик была сейчас робот стоит до война это не моё ну так не вырывайся в следующий раз такие эти цифры такие не делай ну как не вырывался ну блин да прикалываешься ну я она сама понимаешь я старался не вырываться вырвался сделаю же что-нибудь да если вырвался то 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 воюй реально тяже ты шар на 1 был в корпусах и в армии в корпусах армии это это меня и спасло войнах армия ты был в своих уникалов которые просто выносят вперед ногами не из-за того что у шумера была куча науки у него города были ну сильно то есть я не представлял как я мог забрать их я пытался это сделать то есть у меня там ну вот после того как они на меня напали я пошел в ответ ну меня там армия кирасиров армия моих там шляпочников и ну этого не хватало шляпников что давайте shift enter про клик чем я хочу нейтрализовать лен в олимпии ух хорошо что не в монреале вот так вот траве я буду ломать космопорт а за что не чисто спутник запустить на самом деле у меня всех шпионов половили по убивали этих начальных которых тебя дают 4 из 6 и двоих и двое сидят тюрьме у вас у меня короче 22 главных две главных ггшки были окланд и валетто так вот валетто просто постоянно пересоюживал вьетнамец а окланд постоянно пересоюживал шумер не шумера я не ты потом когда только и увидел а до этого он только все союзил чем у греции нет холмов нету блин ну это стандартный мир на зашибись я еще удивился я на сотом ходу альгамбуру поставил это же вообще твое чудо так я мог поставить ее в четыре хода но мне просто жалко было холмы которых и на вода не хватает вы и жинки и шиндук хотя общая горно и смотри вот у меня вокруг столицы сколько военник ужас блин реально не ну ты вырулил красиво конечно но эта стена это он вот эта великая стена это надо будет надо будет загрузиться глянуть реально просто посмотри там ну вот она реально весь континент вот так огибает не прерываясь почти ну ты вот эту гуанчжоу ту я у гуанчжоу вижу что она иначе вот типа там раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять четырнадцать лет а где-то я вижу ниже ниже еще там до чинду до тундры еще влево уходит дальше и потом продолжается ну она прорывается немного да ну слушай мне реально непонятно как они там те то есть ты в принципе по науке вырвался только ну где-то там в последней четверти игры все остальное время но вы ровно все шли почему они тебе проиграли вот тут у нас канадец это реально блин там он в три раза просто в три раза опережал наука это хорошо но я сидел все время любимый зритель если тебе нравится видео то поставь пожалуйста лайк и оставь комментарий кроме того где-то либо здесь либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети ну а если ты все еще не подписался на мой канал то конечно же подпишись можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров же ужиков патрициев а некоторые видео раньше чем для других зрителей кроме того появилась функция супер спасибо где-то под видео это как донат только не во время стрима а только этому видео всем спасибо за поддержку как ты вырулил это конечно жестко тундра горит мне больше поражает как ты успевал ну типа ходить вообще с такими городами мне 2d режим пришлось переключиться не не с городами а когда воевал пришлось 2d потому что это анимация просто очень много времени занимает и просто мне физически таймера не хватал не я бы по очкам тут не выиграл так что следующий ход ты улетаешь ну я кину тогда как раз прощальную ядерку меня опять блин это же не термоядерка я забываю смотри куда я кинул вообще просто типа ну военный лагерь накрыл ладно хотел два города накрыть а получилось как все что я обычно ядерки ну там в обычных играх редко очень кидаю они сбиваются часто я не представляю как я бы тут играл если бы канадец играл не через культуру а допустим через улет и улетел бы там на 130 и 20 до я не знаю кстати ну сколько раз уже говорилось что хрен тут культуры победишь не я бы победил если бы не случайные техи там 100 и 105 ход я бы побеждал на самом деле если бы не я он бы победил на что ты сделал у меня очень много а культуры да да кстати да точно не то чтобы культуры а именно туристов очень много стены генерируют уже пофигу что ставится смотри когда я мог победить если бы несут ну вот так вот техис ну прям слишком не поднасрали у тебя тогда еще не было ничего то есть я так вот тогда тебя увидел ребят мы когда встретились я стал выходить в авиацию я ее уже увидел стал вот и я бы уже тогда играл еще плюс монополии и еще плюс убийство людей то есть туризм который ты накапливаешь при встрече человека он просто анодирует ну да и чтоб ты понимал ну насколько техи вообще не совпали я в рок-группы вышел до авиации это круто это не ну это нет когда тебя встретил с таким количеством культуры и таким количеством науки это просто круто просто круто что ты сделал так много культуры приятнее играть когда вот так они наоборот только просто ты это никуда ну то получается ты и сделал ну ты не воспользовался не воспользовался плодами своими нет скорее всего да вот теплите правильно к тебе правильно китай сгорел тебе надо было на своих вот этих уникальных юнитах просто то есть тебе даже не надо было так много культуры тебе вот когда у тебя 600 было этого уже выше крыши и просто а дальше максимизировать науку выйти в уникалы и армиями уникалов на ты бы нас снес потому что даже было быстрее чем китаец а мне а мне не повезло что у меня рядом никого не было просто появляешься за горга и такой а сейчас я гоплитами и гигей и никого рядом блин полностью вот мой полуостров такой сиди и развивайся подожди а где а вон спарта у тебя да очень далеко от них да и вот и вот в этот весь низ и видишь такой проход в шесть клеток и вот весь этот полуостров нижний все мое который не хочется сносить потому что ну а волин это этот как его лагерь варваров бывший ну поздравляем с победой с улетом заслуженно до меня под конец чтобы вы понимали вот на этот ход взорвался вулкан сломал стены сломалась дамба из-за того что какой-то торнадо прилетела в половина сейчас империи просто уничтожено там торнадо буря в этом тундре тоже сломалась стены это тебя так провожает планета земля просто вот конец прогрузить посмотреть захотел боже как как ты уничтожил эфиопа эту сторону просто в один в один ход эфиоп на не в один ход а где-то в ходу входа 3-4 все потерял 20 юнитов такое после этого на видимо мир запросил да но он видит не у меня просто стояли стрельцы пикинеры в моей стене а у него летучие отряды там рыцари и они ничего не могли сделать он покупал за веру руками строил но по факту он просто сама убивался одни а я еще в олигархии тогда сидел я очень долго в олигархии сидел господи а какая какая культура у канады просто все-таки по низу до самого конца тут такой а я думал ты загрузился на графике смотрим так но ты больше всего воевал получается с римом что ли у вас там грим тоже есть много воевал он начал потом эфиоп подключился потом эфиоп перестал воевать и я пошел захватил рим не просто так то что-то пытался сделать я имею ввиду просто напасть и двумя юнитами нет он там у меня окружил конями с арбалетами с его уникалами я просто увидел что он строит военных юнитов сам начал строить в этот момент и это просто того что я играю через религию мне немножко тяжеловато был до каналиста у тебя была очень хорошая возможность тут блин столько производства веры и культуры тогда она видишь типа ну вот как ты говоришь типа войной о культурная доминация не дает такого преимущества в войне как научная почему дает у тебя раньше корпуса и и эти армии выходишь в фашизм и в армии и что нет это извините плюс 10 как минимум просто на ровном месте ну да но юниты одинаковые условно и тебя же уникал нет да нет слушай даже если бы были одинаковые хрена хрен с ними с уникалами даже одинаковые юнит если у тебя плюс 10 сверху то это уже очень многое но может быть но просто вот по науке у нас юниты от той эпохи грубо говоря и у них же тоже их немало то есть вот но тот момент когда начали меня хейтить у них еще очень много их было ты забываешь у тебя есть защитник да это меня с ваш город делаешь защитником и все я просто да кстати еще и защитник веры между прочим не уже но это это пассивно для номера 30 на тренироваться типа воевать тогда чтобы ты так не боялся я вот не умею ну не умею точнее но мне это не нравится мне вот нравится домики построить там кто кто круче построить цель идея идея цилы получить в чем-то преимущество это использовать у тебя преимущество в культуре да конечно можно было попытаться культурой победить но блин тут походу в шестерке это очень через жопу сделано нет ладно я бы победил если бы да ладно ну ты увидел техи но у тебя есть за счет культуры преимущество в силе юнитов то есть ты раньше выходишь в корпуса и армии то есть у тебя плюс 10 к юнитам тут одинаково науки но у тебя раньше плюс 10 вот тоже сам а и плюс еще у тебя у тебя и производства дофига и веры но сместо того чтобы копить ее на рок-группы ты выходил раньше в корпуса просто за веру покупал в этих военных лагерях эти корпуса ну хотя не знаю там наверное ты бы еще наверное не вышел военной академии ладно хрен просто по одному юниту покупал в корпуса их и пошел вьетнам бы ты сто процентов снес не знаю как шумером но вьетнам вообще забирался бы ну вот видишь я ж так и сделал то есть вот они на меня напали я всю веру слил у меня там было несколько ум 3 армии кирасиров и 3 армии моих уникальных юнитов я вот таким образом отбился так тебе не отбиваться надо было захватывать их это вообще удивительно что я каждый недооценил их силу потому что я вот видел ну вот силу города там уж мера там у него было под 300 науки ну то есть нормально не было науки и у него там сила города соответственно была там ну где-то там под 80 90 может я недооценил что я могу это забрать ну конечно не так тебе тебе еще осадные юниты нужны были ты они забираются осадными бомбардами даже корпусами и армиями бомбард это вполне все забирается бомбард три бушет даже три бушетами было немного ну так у тебя у тебя же веры немерено просто строишь и забираешь да я видим где 450 веры вход это танк это целый танк стоит а вот а тогда это вообще были старые юниты побоялся что вот ну знаешь типа переоценишь свои силы пойдешь и ничем это не закончится и в итоге только в минус будет я попробую вот надо было да тут 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 возможности пока не попробуй да тут нельзя да понимаешь 6 цива она не про отсиживание я понимаю надо что-то делать с другой стороны у меня тоже в ну вот первый раз такая ситуация когда реально просто там на 90 ход против меня уже весь континент там воюет из другого приплывают тоже подкидывают ну слушай реально если мы отсиделись то ты бы реально победил просто мы такие сидим и ничего не делаем тоже не делаю это потому что ребята молодцы что они напали я даже к себе пропустил момент когда они напали я только говорю о надо нападать на канаду смотрю гелигомеш и вьетнам уже воюют с ним да причем они как-то вот ну там синхронизировались я не знаю юзали они приват или нет но вот они хорошо напали и именно плюс их в том что они вот они видят что они отстают сильно и не забоялись я думаю что просто просто скорее всего гельгомеш кинул вьетнаму типа совместная война и они сразу пошли может быть а как то как там было тебя к тебя кто-то обвинил и напал сначала обвинил гельгомеш через два хода обвинил вьетнам и потом они ждали 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 там ну ходов 5 может чуть больше такая войну они вместе объявили или пол тоже раз разница небольшой тела и вот сначала объединил они объявили войну в один ход но с небольшим делаем там секунд десять а понятно тогда может реально в привате договаривались что конечно не очень военный союз сделали просто и вьетнаму сразу стало понятно гельгомеш имеет еще и плюс 5 подвоенную конец когда да кстати с гельгомеш им классно в союзе воевать реально ну вот я поэтому видишь я боялся переоценить свои возможности ну может тупанул да вот видишь у меня просто такой первый раз что вот знаешь на континенте один однозначный лидер которого все прям идут стопать вот обычно ты играешь там ну 23 там человека кто-то по науке там кто-то еще почему-то там а вот тут просто один лидер это я и просто все идут и долбятся в меня но у тебя очень шикарное место получилось с трудовой дисциплиной с трудовой дисциплина это просто причем я так и и урвал мне почему-то вот ну я читал проекты и я понимал что я не успеваю там первый китаец взял и там еще кто-то читал и мне повезло что почему-то вместо двух ходов трой проект делался один ход я не понял тебя очень много промки там же стартовый проект стоит в сумме 30 промки и ты просто у тебя остался запас промки с предыдущего хода и поэтому вас можно на первый проект читал два хода то есть там буквально один ход и прочитала тебе осталось например на там 7 промки и ты взял второй раз прочитал и у тебя осталось ну 20 плюс промки грубо говоря на следующий проект ну да вот это повезло ну вот ну вот а если бы не было трудовой дисциплины что бы я делал вот я не понимаю и что вот если вы катя если бы не было трудовой дисциплины возможно мы бы на тебя так и не агрить у тебя была бы просто вера и культура но еще с таким производством но это просто какой-то мрак а без трудовой дисциплины ты бы не так сильно вот в ну то вы не так сильно улетал просто вот и все и возможно как раз трудовая дисциплина с тобой сыграла злую шутку но и а с другой стороны если ты это взял реально надо было самому планировать нападение а не бояться что на тебя нападут и там отбиваться и вот это вот все я согласен нужно было вот заранее никогда они уже вдвоем на меня пошли да 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 вот то этого тогда да просто когда вдвоем идут это все равно ты боишься там вдруг тут из спины обойдет там так загрузился за китай давай глянем эту стену до длинная стена ну там она не такая впечатляющая на самом можно было сделать красивее если бы я не воевал то есть на тебя в начале типа на сороком ходу ты говоришь рим и эфиоп напали да то есть он уже построил военный лагерь а у меня еще кстати на моем контенте как-то странно вьетнам действовал он в начале тоже построил военный лагерь постоянно у меня валетту пересоюживал и я такой думаю ну блин он наверное на кого-то нападать хочет как бы сам он вообще первый по моему построил военный лагерь у него пипому первый был генерал самый первый но при этом он нифига не строил армию что на столицу я говорю на столице вьетнама просто ничего нет да он-то он по он полностью то изображал как будто ему очень нужны военные ггшки он хочет нападать но при этом нифига не сделал до 1 полководец у вьетнама конкретно просто первый полководец в игре у вьетнам он первый военный лагерь построил пересоюживал у меня валетту думаю интересно но я думаю ну наверное будет на американца нападать там так выглядела но у него постоянно самая маленькая армия при этом было ну канадца он потом стопал да ну там уже отставал и фиоп забрал на торговый путь я тут вообще интересно вот посмотрите ты вы видите да вьетнам отверг город хайян да вот где бы вы поставили там кампус и посмотрите где там кампус реально стоит видимо это второй город и на тот момент еще не мог сажать деревья тут то есть не надо ждать да ты думаешь надо конечно ну вот как я ждал я там просто просто поставить кампус на плюс один либо на плюс четыре как у него было воевать уже шел так может это не второй город не не это не второй город это точно не второй город второй город у него был хюэ а 3 мид хуа и потом 4 хуала и вот как то так было и удивлен на самом деле вот столица вьетнама и вот что это такое акшак сипар филадельфия бост он вообще забыл что есть право территории видимо да но тут видите тут американцу не повезло с местом вот американец реально зажат был но у него такое место чтобы него же генерируется большое количество науки и культуры но просто место выйти очень быстро да да но с другой стороны вот мы играли я помню что он из всех кого я встретил то есть канадца американца шумера и вьетнам у него было меньше всего науки такое ощущение что у него как-то с престижем не особо было не когда его захватывали у него было больше науки чем у вьетнама шумер точно это я помню я еще удивился типа как его так захватывают так потому что он построил вон эти ученые тьфути компуса поставил неплохие но само то есть него без компусов должно было быть очень неплохо с наукой ночью него горы зашибись стоят то есть не должно быть престижа тут дофига престижа много было и он видимо потерялся потому что когда изучаешь технологии социнститута у тебя дорожают районы причем очень сильно дорожают и он возможно из-за этого потерялся и не понял как ему играть лучше мне кажется он потерялся из-за того что у него территории мало типа он такой ну блин придется воевать такой я не хочу я хотел я взял теодора прогрессивиста я хотел но вообще вообще подстава я вот брал горга чтобы воевать у меня никого рядом нету чувак американец брал теодора рузвельта чтобы посидеть домики построить типа с наукой и культурой халявной у него места нету такое себе только канадцу с тундры повезло на самом деле здесь место всем есть просто нужно было правильно расселиться не ну да вот у американца наверное вот это моего 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 полуострова если бы он так вот вниз сюда расселялся то наверное это его было бы место я вообще любую мог раскидать почему от шумер не расселялся у него куча места справа было но это не куча это не куча и она такая себе такой себе ну забираешь если забирать гашки то куча получается это у тебя куча места и у меня в жилье место он много кромки потратил на соседа ну то чтобы убить его поэтому не расселялся вот все мои города которые стоят это было до войны я успел поставить 9 или 10 городов я поставил ну а у вас получается у византии как-то у византии и японцы не очень да с местом нет византии с эфилопии очень близко ну действительно близко находить 12 клеток это в принципе стандартное расстояние между цивилизации но они обе на воде и обе рядом но у меня уже мера посмотрите эфиопия просто забери гранату поставь еще два города рядом то есть то что я забрал это я ему говорил уже все забери сам то есть там я бы подвинулся там еще место под гранатой есть сверху от гранат ну он ведь мог не знаю о чем думал по уши мера нормальное место справа мог поселиться но видимо я говорю справа больше места куча гагашек да мне кажется он туда не стал селиться потому что там просто равнина ну там ресурсы типа нам не ничего обрабатывать да нет там прямо ровнее ну я вот на это смотрю и там по холмика снизу все холмик сверху есть рядом с реку там леса вроде были я просто сейчас не в игре я не могу сказать ну были ли сану ты их вырубил и все ну пусть лёша застримит мы посмотрим еще просто вижу мне места на столь не тоже отдал хотя там вот ну хорошее место было даже не для канады где-то стоит так смысле мы приостановили предпосмотр для кого ванги вам показывает а мы видим а окей смотри где холмы вообще не холмов нет ну леса есть ну на самом деле такая же территория у меня по-хорошему у меня вот тут вот расти будет у меня вот тут нету не книга ничего никаких холмов у меня холмы только у столицы олимпии все то же самое тоже блин то же самое и шумер подумал типа на хрена на хрена мне тут селиться если я могу забрать американцу у которого и горы и но очень зашибись не вообще решение не шумер и норма правильно сделал я считаю американцу правильно забрал вышел из положения он пошел в его спирит они все правильно отыграли просто нет действительно города нулевые там нет еды там нет холмов вообще ничего нет тут даже вот это озеро только на этом озере можно какие-то два города поставить максимум да нет тут один город поставишь максимум и все для один не хочешь ставить то есть один да ты ставишь один вот на озеро там вот между лесами и захватываешь две гэгэшки и все то есть это вот остаточная территория как ты вот квебек поставил типа знаешь типа когда а я на уголь его ввел когда можно просто купить поселенцев типа вот сюда можно поставить ну да гэшки же очень рано стены ставят на случайных технологиях есть да такое наверно не пошел потому что он же типа еще разведал мог плохо разведать почему ну вот смотри он не типа на надо остальные свои видишь вот этот сент-джон и этот второй город вензор них да вот это мои города ну он не их отдал получается этим эти места хотя они ну хорошие там и лошади там ресурсы ну кстати да я думаю что он на дурука мог бы какой-то город поставить я вижу два ресурса я вижу ты холма вот между двумя блин я вообще я вообще не понимаю какие тут холмы есть леса вон там ресурсы там серебро по моему лошади там где холмы вообще вот этот холм да вроде там селитра а да это селитра господи какая все-таки слабо читаемая карта в шестерке вообще трындец это просто это за счет того что ты канадой ты в тундре лесопилки да да а тут даже холмов нет да не есть там типа под районами там по-любому что-то застроил но там хорошая территория была да она обычная на нехорошая это просто обычная территория хорошая это когда много леса есть 32 банан какой вот вот хорошая территория вот у меня у олимпии была офигительная территория тут холмы которые были засажены лесом и плюс рарайма вот тут зашибись территория афь коринф и афины только за счет этого выезжая пошел что коринф что афина нет чисто в голом этом стоят как вон лугах не было у меня вот столица и нижний город и левый город они просто поле стоят по сути умов мало у меня вот пекин ну подожди ну как мало что-то мало холмов раз вырос только за счет того что я взял пантеон на болото я брал один из первых пантеонов и я взял на болото потому что пекине три болото было но с другой стороны ты знал на что идешь прошу китай обычно всем как раз в говне и появляется которая остаточное говно мне нравилось как испанница китай принципе он и равнина и луга рядом то есть такая пограничная зона всегда но у него же не прописан старт то есть ему просто достается по остаточному принципу не я не знаю он кстати тундрас не забьет меня да это чё за чудо это новые путиолы дело в том что это чудо бафнули обновление когда вышла ббс там добавили клеточка ну то есть раньше там по моему было два золота и два науки или четыре золота 2 науки сейчас хотя бы вот нормально чудо с нормальными клетками то есть это ббс на заповедником вообще сок будет но она и без заповедника нормально то есть наведи но цикашку она там на плюс 4 она еще соседство дает повышенный бонус до для центра коммерции это сильное чудо на самом-то деле да кстати и они все чудеса ббс на и бафнули я просто мне пришло обновление я почитал патч но я бы честно говоря ббс на и чудеса просто отключал потому что ну потому что блин они зачем они вводят вот я хочу не хочу играть с вашими придумками можно мне ванильные чудеса можно мне за канаду матригорн пожалуйста но они сейчас уже ббс на и стали не такими бесполезно раньше вот смотришь там две культуры то и да там 1 2 все или два золота 2 там а вот еще интересно почему рим решил вот слева у себя ничего не заселять потому что он понимаешь вот он поставил анций мне в лицо по сути он все города они вот идут под больше вправо все-таки вверх и вправо ну пони нуансы патиолы да он поставил и я же говорю я возмущался по я спрашивал почему ты вот мою сторону ставишь или слева очень много территории он взял начал после этого военку строить но с другой стороны бы это нормальные города он же их ставит на таком расстоянии от столицы как и от твоей столицы нет понимаешь ухань мой у меня на корми мир я поставил туда это я собирался ближе ставить к ртути он сказал что ну я хочу анции поставить рядом с ртутью ему предложил чтобы не тебе не мне вот чтобы было расстояние между ухань и анцием три клетки хорошо но вот он на риме играет ему тяжело будет вырастить это танцы он и сидел там в два жителя долгое время а то есть там нету пресной ну да что в ухане что ванцы нету без пресной воды но у меня ухань 14 жители анции сейчас 5 ну суши но очень селитра нужно так и патиолы без пресной воды причем там даже не в том ни в другом даже акведук не построишь да или или это чудо считается горой до равнина равнина мнение нету акведука нет для этого района подходящего места я думал он забав и заповедником за счет этого жил он этого не стал делать ну да кстати тут вы конечно вопросы тогда действительно он он просто эти два города без пресной воды поставил просто вот причем он поставил путевол и так что ты нормально заповедник не поставишь то есть ты в третий радиус ставишь минимум а ты больше никуда не поставишь на самом деле есть поставьте ниже я не знаю как то очень жадно получилось да ну то есть логика в том чтобы против соперника поставить но при этом то есть я бы их ставил только как вот лично я бы себе играл то я бы их ставил уже по остаточному принципу то есть наверное можно вправо от рима поставить но когда я уже вот на этих на типах дереве на аквиле и велитры вот это где поставил ну я не знаю может быть он увидел что у меня у меня пекин это второй город что у меня встал пекин и сразу такое нет чудо все мою то есть его же можно было по сути поделить я с одной стороны он с другой стороны нет он поставил путевого так что тут никак не подлезть к нему да ну да и не и вот он заложил военник он построил военник вот все они ну и еще где делать я вот вижу этот военники вижу кони арбалеты опаются его эти водикалы идут и ну ладно я тоже просто во всех городах где можно было поставить район я заложил военник и начал строить войну такая эфиоп чё на тебя еще напал эфиоп ну я я увидел что ну рим немножко отставал по науке я был в латниках а он на уникалок с арбалетами и эфиоп увидел что у меня падает ухань ну как падает он сломал стены только потому что у него уже была военка я только строил и такое ну видимо я ему предлагаю союз он такой да нет наверное я еще посмотрю ну хорошо и к тому времени когда они еще и военный союз заключили и одни на меня напали и к этому моменту я уже нормально военки настроил причем я купил за веру инженера и он не так накопал не помню и построил инженером этот сад у зевса и просто начал клепать стрельцов пикинеров против эфиопа они просто встают на эту стенку у них уже плюс 6 и вот ничего ими ими сделать не может а он типа своими уникальными этими конями пытался кони потом были потому же кираса он просто физически ничего не может сделать моим пикинером ну да видимо посмотрел он же эти мушкетеры они же плюс 10 имеет против копейщиков и он посмотрел видимо что он не пробивает банальному шкетерами смысла не было и я ему сказал что я хожу в линейную пехоту и он видимо тоже в нее нажал и решил что не будет воевать сам уж селитры мне навалил он не было восемь вход да ну в общем ничего такая игра получилась мне понравилось в принципе на нет уж необычно спасибо за игру и вам спокойной ночи я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео